По три выступления каждый день и так почти весь февраль. Ансамбль «Огоньки» Алтайской филармонии отправляется на гастроли в Поднебесную. Туда на праздник весны, он же Китайский Новый Год, приглашены 17 стран. Но Россию ждут особенно. А скажите, а уже в Китае бывал... Огоньки, да? Да, да. И как китайцы реагируют, как встречают? Ой, да шикарно. Всегда, во-первых, они очень любят русскую культуру. Русскую культуру танцоры будут представлять в составе славянского блока, наряду с артистами из Болгарии, Словении и Хорватии. Поэтому вместо полноценной программы «Огоньки» покажут только часть репертуара, а на сцену выйдет всего треть состава – 14 танцоров вместо 47. Естественно, это наши лучшие номера везем, яркие, проверенные, которые попадают в цель в 100%. Все расходы на проживание и дорогу берет на себя китайская сторона. Шестимиллионный сиань, который охраняет знаменитая терракотовая армия, это один из крупнейших центров празднования китайского Нового Года. Поэтому с русскими народными танцами в исполнении «Огоньков» познакомятся сотни тысяч зрителей. Андрей Дреер, Александр Антропов. Наши новости.